приветствую вас дорогой герман вы мне написали письмо что хотите в эту группу райскую для изобретателей и поэтому я беседую всегда коротко но мы сейчас запишем ролик вместе с вами не для этого потому что мы для этого поговорим отдельно потому что туда не каждого принимаю проводим установочную беседу чтобы понять зачем человек хочет попасть в эту райскую группу для развития изобретательского мышления там я показываю как нужно использовать сон для изобретений как нужно использовать срез для изобретений как нужно использовать бессонницу для изобретений как нужно использовать душ для изобретений как нужно использовать точный массаж для изобретений и каждый подбирает там свое но это супер супер контент которого мире нет чтобы человек мог в условиях жестких временных ограничений сразу создавать новое то по ходу событий это очень важно в условиях неопределенностей, в которые мы сегодня попали. Потому что я основатель Школы Человек Будущего. Homo Futurus. А теперь я вас слушаю внимательно. Добрый вечер, Василий Магомедович. Здесь, да, вот хотел поделиться как раз применением ваших приемов на практике. Вчера у меня произошел такой случай. Я потерял деньги, заработанные в течение месяца. Совершил такую оплошность. Важный момент для примера, да. И получил такое прям стрессовое состояние, ну прям невероятное. И, значит, сразу я вспомнил приемы пальчики. Это скорая помощь. Желки на память, да. Значит, не помогло. Настолько был для меня этот стресс сильнейший. Тогда я, да, значит, думаю, надо ехать домой и заниматься прям плотно, то есть выходить из этого состояния, потому что, ну, такая боль прямо у меня на душе. Ну, конечно. Такое состояние. Я вас понимаю, да. И приехал домой, хорошо дома, никого не было. И я, значит, начал применять лыжника. Не знаю, сколько, минут 10. Не помогает. То есть не то. Отличные примеры. Отличные примеры. То есть случай, когда что-то не помогает. Так, очень хорошо. Да. Дальше, значит, пытаюсь найти. Думаю, ну что дальше? Дальше что? Вышел на улицу, значит, а тут как раз предыстория тоже. у супруги спрашиваю, говорю, вот, когда ты злая, что ты хочешь? Она говорит, я хочу посуду разбить. Я говорю, ну, а почему ты не бьешь? Она говорит, мне жалко. Я говорю, ну, давай выберем тарелку, которую не жалко. Я на улице поставлю, у нас частный дом во дворе. И ты разобьешь. Она говорит, ну, хорошо, выбрали тарелку. Я выхожу, значит, эту тарелку разбиваю. Опять не помогает. Не то. Думаю, надо вспоминать, что еще Хосай Магомедович советовал. И вот вспомнил про это, инстинктивные движения, что мне охота делать. Да. И вот мне хотелось кричать. Я, значит, захожу домой, закрываю все форточки и все, и начинаю кричать. То есть, я тут стону прям, ору, пока, ну, до хрипа уже. Ну, больно. То есть, Ну, вы закрыли, чтобы вас не слышали, чтобы не подумали, что вы тю-тю, да? Да, да, совершенно верно. Прятался. Правильно. Потом уже, значит, горло болит, кричать не могу, но боль продолжается. Ну, уже как бы полегче, но все равно не проходит. Думаю, надо что-то делать, что-то делать. Причитать начал. Оно как бы само пошло, причитание. Причитание пошло. Да, да, выговаривание, да? Выговаривание, да? Или что вы говорили? Что вы там говорили? Интересно. Если это, это скрепно. То есть, получается, как бы я сам себя, это, то, что я вот такой вот растяпа, недотепа, как я вот мог, ну вот, то есть, я сам себя, самоистязание, самоедство, то есть, вот это вот все, я, значит, сам себя, значит, казню, что я вот такой дурак, ну, вот мягко говоря, там и материшь себя, и все, вот, причитаю, причитаю. Вот вы сейчас прямо алгоритм рассказываете. Принцип подбора путем перебора. Вы сделали скорую помощь, узелки на память, потом вы сделали следующее действие, потом вы сделали следующее действие, потом вы понаблюдали, что же вам хочется сейчас, и стали выговариваться, выговариваться. Это все, что мы говорили в роликах, вы применили, но я просто горжусь с вами, вы талантливый человек. Так, и вы выговорились, как могли и дальше. Да, ну, частично, частично прошло, но чувствую, что продолжается вот такая вот прям боль сильная. Думаю, ну, что-то надо дальше делать. Думаю, надо тогда понаблюдать за собой, что мне хочется делать. Хочется, правильно. Так. И, значит, увидел вот такое какое-то вот дрожание, что ли, это, я все вспомнил, дрожание, значит. Я давай. Дрожь, да, да, да. Так. И буду делать, думаю, до тех пор, пока, значит, не пройдет. Не знаю, сколько это времени было, ну, может, там, 10-15, не знаю, по времени, потому что до изнеможения это дрожал там, и быстро, и медленно, то есть искал, подбирал, вот, как мне удобнее, то вот начинаю быстро это делать, помедленно, то есть дрожал, дрожал, и в изнеможении упал в кровать, и чувствую, что нету этой боли, внутри которой. Думаю, о, все, я решил эту задачу, какую я хотел, пусть мне надо было избавиться от этого страдания. Да, напряжение такое было, дикое. Да. Вот оно ушло, и прям, такой вот как, не знаю, как остаток этого чувства еще в груди был, и я как-то его, говорю, надо его убрать в голову, почему-то. И оно раз, как бы, раз в голову, и в голове такая прям, пустота, а здесь так хорошо, прям вот как вот вы говорили, состояние безбитежности. Такой прям, я думаю, ну, решил я задачу. Потом, ну, как бы, а что делать там, ну, какие-то же обязательства у меня остались по этим деньгам, я должен был что-то сделать. Ну, и думаю, это уже завтра оно само решится. И вот успокоился, все успокоилось, и действительно, с утра я когда встал, прям, как бы, решение, прям вот, еще не просыпаясь, механически, они все пришли мне, что мне надо делать, прям по полочке. И все спокойно. Я в обретательстве сработал, потому что человек по природе, творец, мешает ему только стресс, потому что он зависает и начинает переживать, перемолочивать вот это все. А вы за сколько примерно это сняли по времени? Вот в целом, если взять, вот когда вы узнали, что вы деньги потеряли, у вас такое состояние, сколько вам потребовалось времени? Часа три, наверное. Часа три? Да. С помощью принципа колеча. Я вас поздравляю, потому что другие люди, потеряв деньги, испытав такое расстройство нервной системы, месяц, полтора, два, страдают, потому что деньги-то нужны. Ну да. И всех нет. Это же факт. Да. И пришли идеи. Отлично. Потому что вот прям вот я вас прям конспектировал, то есть я вот где-то год назад вас начал слушать, я механически делал, и у меня, то есть я где-то вот вас, книжку вашу купил, читал, начал делать вот этих пять действий, там хлест, ну как вот у вас эти. А вы эту книжку имеете в виду или другую? Да, да, да. Ну в электронном виде я ее покупал. Да, ну отлично, она там у нас есть. И у меня было тоже стрессовое состояние, связанное с работой. Такой тоже сильный стресс. И я вот делал механически, у меня не получилось тогда. То есть я, у меня продолжительность, наверное, тоже месяц, наверное, два вот было, я выходил из стресса. Я пытался делать лыжник, тоже пытался это, но не понимал в сути, что требуется. Вот теперь вы скажете, вот суть в чем, чтобы все услышали? Суть вот именно услышать себя, свой организм, то есть вот свою естественность, что организм требует. Да. Вот прям слушать себя. А почему тогда вы этого не понимали? Вы смотрели ролики, читали книжку, вот что мешало это понять, прийти к этой сути? Ну вот не мог распаковать, вот вроде бы простые вещи, а не хватило вот интеллекта, ума не хватило понять. Я вам скажу, я вам скажу почему. Я об этом писал в книжках и в роликах говорил, потому что нас с детства этому не учили, услышать себя. Нам говорили, допустим, девочка плачет, и говорит, ну про всех-то не плачь, особенно мужчине, мальчику нехорошо плакать. То есть нам блокировали какие-то естественные реакции, и у нас образовался определенный шаблон поведения. Когда у нас вдруг стресс возникает, ну деньги потеряли, ну допустим, идти на экзамен, или уйти на выступление. А у нас есть там ограничитель, который стоит, который нам воспитали с детства, при воспитании наших характеров. Родители нас пытались защитить, чтобы мы вели себя в обществе культурно, были защищены, не получали конфликтов. С другой стороны, вот это воспитание привело к тому, что у нас отсутствует инстинкт чувствования, что в момент стресса надо сделать, чтобы его снять, потому что, когда человек получает стресс, неважно по какой причине, когда нервное психическое напряжение подскакивает, вместе с этим идет защитная реакция, о чем люди не знают, потому что она подавлена. Культуры подавлены стереотипом, шаблонами подавлены, потому что нам родители не объяснили, в школе нам это раньше не преподавали, такой науки не было, и мне много лет надо было, чтобы это понять и сделать, и рассказывать. Вот вы сейчас привели прекрасный пример, что вы услышали, что в этот момент хочется сделать, заперлись в комнате, чтобы никто вас не видел, и сделали это. А вам мешало раньше просто хотелось, может быть, кричать, может быть, еще чего-то хотелось, а вы это гасили, инстинктивно гасили, это было табу, а вы распаковали табу, освободились, но культурным образом, закрыли дверь, чтобы вы не подумали, что там чокнутый человек, а то вы в больницу попали, психиатрическую. Ну да, было со стороны такое, мне кажется, что как будто это, да, сумасшествие какое-то, но это и было сумасшествие, да, быстрое, зато эффективное решение. Вот это вы правильно говорите, это быстрое, эффективное сумасшествие в кавычках, потому что я видел, как идет по улице человек, палкой стучит об асфальт, сам с собой разговаривает, плечом дергает, он уже был до такой степени напряжения, что его организм сам инстинктивно выдавал вот эти реакции, чтобы спустить напряжение, разгрузочные действия, потому что если бы он вот так инстинктивно не делал, он бы в больницу попал психиатрическую, стали бы ему лекарства давать, он бы и стал больным человеком, но он это просто на высоте напряжения инстинктивно сделал, поэтому человек каждый, вот хорошо было бы, если бы вам написали, кто заинтересовался вашим опытом, вопросы вам бы написали, если вы хотите, если вы хотите, конечно, вы дайте координаты, мы там поставим координаты, вам напишут вопросы для уточнений, это при этом одновременно появится группа общения у вас, может вы кому-то советы дадите, я знаете, что еще хочу сказать, дело в том, что мы, когда обучаем людей помогать другим людям, это очень важный момент всем понять, кто нас сейчас смотрит, все ролики, которые у нас есть, которые я выдаю, и все книги, которые я пишу, это не для обучения других людей, это для личного применения, потому что, чтобы обучать других людей, надо со мной, во-первых, поговорить, я не всякого принимаю на специальную подготовку, как специалиста, я даю там технику безопасности, потому что сейчас очень много психосоматических больных и других больных, и зависит еще, в какой стране человек находится, и вдруг он начинает брать то, что для личного использования, я даю, пожалуйста, он начинает применять для обучения других людей, и не зная технику безопасности, может попасть в такие ситуации, вплоть до судебных преследований, потому что его могут обвинить в том, что человек, допустим, по незнанию своему, совершенно по другой причине, стал хуже себя чувствовать, стал говорить, после ваших занятий мне стало хуже, или врач, который не в курсе метода саморегуляции ключ, не контролируя его в этом смысле, он может приписать свои ошибки ему, сказать, вот ты этим занимался, поэтому тебе хуже стало, я тебе что говорил, пей вот эти лекарства, ну, короче говоря, там получается куча мала, поэтому других учить не надо, но в данном случае речь идет о советах, поэтому кто вам захочет напишет, вы можете дать совет, ну, кто-то там занимается, заинтересуется вашим опытом, что вы хотели, чисто человеческое общение, не для того, чтобы рекламу сделали, начали учить других людей, для этого надо пройти спецкурс, я это делаю только после беседы специально, я думаю, я много сказал, потому что я ответил одновременно на многие вопросы, которые мне пишут, пользуясь случаем, я это рассказал, скажите еще, да, да, хотел у вас спросить, Хосай Магомедович, вот, я читал недавно исследования социальные, там группа ученых в Москве, это, по-моему, 85-й год, они взяли, значит, средства общества, то есть и академиков, и инженеров, и военных, и рабочих, и, значит, вахтеров, ну, весь средств Москвы взяли, большую выборку они, значит, большое исследование провели, и они спросили, как вы видите будущее, ну, там, допустим, в каком-то промежутке, что должно произойти, вот, какие изменения, то есть, как, и были очень удивлены, когда все проанализировали, все ответы, и получилось, что у академика, что у рабочего, что у всех одинаковое, как бы, видение, то есть, все шаблонно, трафаретно мыслят, ни у кого не было, ни у кого не было никаких новых идей, где, значит, просто масштабировали свои желания, да, у кого было, значит, велосипед хотел машину, там, ну, так я утрированно говорю, да, то есть, почему, почему происходит, вот, как, и у нас, я думаю, ничего не изменилось, да, с тех времен, никогда ничего не меняется, люди остаются как людьми, все зависит от того, насколько они образованы в этой области, чтобы создавать новые идеи, вообще, за много-много лет, чтобы появилась новая мысль на планете, это вообще, это чудо какое-то, это какие-то люди, которые в нужное время какое-то, когда время созрело, любознательные люди, которые задаются вопросами, нас же в основном воспитывают по принципу повторения мать-учения, старая школа, слушайся, подчиняйся, шаблонизируют, чтобы шаблоны были, а наша задача снимать вот это зависание в шаблонах, уметь стрессовые состояния, это же такая потенциальная энергия, потрясающая, это вечно повторяемый или возобновляемый источник энергии, в нашей только школе «Человек-бойщего-хомо-футурис» обучаемся и перенаправлять, как в айкидо, это напряжение стресса на решение волнующих вопросов, а нас учат всегда, в любой школе, только повторять, повторять за кем-то, «Делай, как я, делай, как я». В этом и суть, что идеи рождаются очень редко, вы абсолютно правы. Поэтому мы делаем сейчас набор в райскую группу для развития изобретательского мышления, чтобы человек мог рождать новое. Потому что сегодня видно, как на планете этого не хватает. Чтобы сохранить разум на планете, человека, как человеческое существо, хомо сапиенс, разумное существо, способного сопереживать, чувствовать боль другого, любить ближнего, ну, все, что вот положено, как говорится. Вы совершенно правильный вопрос задали, да. С вами интересно разговаривать. Давайте мы через несколько дней еще раз поговорим, если хотите. Я всегда за. Да, и поделитесь вашими новостями. Будет очень интересно. Да, вот, и, кстати говоря, как бы вот я к вам, да, тоже с запросом в райскую группу, вот, как бы вот желание активировать интеллект, то есть, как бы, я считаю, что у нас он секвестированный. И вот именно через, опробовав вот этот опыт ваших приемов, и как вот увидел я, допустим, да, как это работает мощно, я понимаю, что, допустим, какие-то приемы позволят раскрыть вот этот потенциал мозговой наш, который, ну, так, если говорить честно, проецируемый, вот, исходя из вот этих работ, да, как что академик, что рабочий, проецируемый, ну, такие тусклые, туплые мерки, что, в принципе, и по архитектуре видно сейчас, и это, ну, и... Я вам больше скажу, у меня был случай, по-моему, в первой книжке в 90-м году ключ себе описывал, как я в гипнозе, я раньше гипнозом занимался много лет, как в гипнозе я внушил человеку, что у него в руках большая книга, и он, значит, читает эту книгу, я говорю, что написано там, он говорит, Великая Октябрьская социалистическая революция, то есть шаблон выдает, шаблон, а потом я ему говорю, а что там еще написано, ну, короче говоря, оказалось, что у него в голове шаблоны сплошные, и вот он их выдавал, вот это интересно. Поэтому я и решил создать школу для развития изобретательского мышления, то есть для создания нового. Это сегодня самое главное, чтобы сохранить разум на планете, чтобы человека сохранить, чтобы на самом деле люди выжили, потому что нами управляет уже искусственный интеллект, нами управляет уже бог ведь что, они же тоже, вот те, кто этим занимается, тоже шаблонизированы. Вот они, по существу, почему ее управляют, потому что, а, это такой разговор. Ну, факт в том, что, да, как вот я смотрю, допустим, да, на окружающий мир, на себя смотрю, мы как вот какие-то модели, и все почему-то одинаково мыслены. То есть, такое разнообразие в мире, да, людей, и все одинаково почему-то мыслят. Вот это очень странно. Ну, с этим все делались и великие люди, они вот как раз таки всегда этому удивлялись. И Толстой, и Пушкин, и Гоголь, и много других людей удивлялись, почему люди так себя ведут, почему они не понимают некоторых вещей. оказывается вот почему. Потому что вместе со знаниями нам дают и шаблоны, вместе с культурой нам дают и тормоза. Ну, на этом, собственно, диалектика и эволюция, развитие человека, так как это происходит. Вот наша школа как раз помогает человеку развиваться. Развиваться. Спасибо вам большое. Я жду вас через 2-3 дня. Хорошо? Да? Хорошо, Хосе Магомедович. Я надеюсь, сейчас любознательные люди, потому что только почемучки становятся велики, потому что все остальные исполнители начнут вам вопросы задавать. И вы, пожалуйста, там пишите. Да, у нас так принято в наших традициях, мы никогда никого не выкидываем с вопросами. на все вопросы пытаемся отвечать, только когда они в культурной форме задаются. До встречи. Спасибо. Вот мне там больные звонят. Извините, пожалуйста. Спасибо вам большое за встречу. Вам спасибо большое. Всего доброго. Ало, через пять минут, через пять минут. Поголоса Магомедович. Продолжение следует...